многие политологи и не только российские часто создают контент пугают россии всемогущим таким естеством существом которое войдет там в прибалтику другие страны например швецию поработит ее и создаст там временную администрацию и тому подобное то есть им конечно прикольно это все нагнетать в том смысле что вообще-то да это в принципе вполне вероятные вещи но нагнетание это связано больше с тем чтобы привлекать к себе внимание их не контент и тому подобное но они не говорят часто не говорят очень главных вещей что вот создал бог природу красоту и тому подобное значит для одних наций народов людей живущих в этой природе красоте бог создал для них также как для всех людей инстинкты чувства влечения к красоте так образно говоря даже и одни люди имея эту природную красоту не приумножает эту красоту а наоборот засирают загаживает и это засирание загаживания входит их генотип нации то есть вот поработить они могут вот этот танками шапками миллионами забросать как финляндию сто тысяч на несколько тысяч заморить голодом все могут кремль все может и россияне против этого даже особо и не протестуют но вот создать красоту имея эту красоту у себя в доме они не могут к сожалению они могут только приходить на созданное созданное уже иншими другими нациями эту красотищу и грабить ее засирать загаживать порабощать пропивать а потом мы самим вздыхать в бухле в наркоте и тому подобное то есть вовсем не те качества которые дал господь человеку присущи у россиян а вот об этом уже политологи к сожалению и не говорят только пугают что да поработить может поработить и все нации которые с этим были под под этой царской россией до этого после тем более коммунистской россии все нации так и живут как будто у них так вместо того чтобы красоте стремиться они стремятся только того к тому чтобы быть лакеями и рабами человеков в данном случае например в харькове фельдман и гепа руководить и тому подобное сейчас хотят тем более землю продать все это то есть о какой продаже земли можно говорить когда люди пост совки люди распрода распродадут эту землю просто-напросто и и засрут загадят все эти деньги которые распродадут себе потратят на свое нутро и не больше да есть были аграрии супер молодцы до земли им поклон они помогали майдану помогали помогали хапчиком хапчиком и тому подобное ну как мы видим к сожалению майдан выборал второй а потом и война выборола только не быть лакеями перед кремлем перед москвой но появились другие заманихи лакейство аграрное лакейство быть под буржуем под агрохолдингом который выкачает засрет и выкачать с этой земли все что можно то есть борделейший бордельник который творился в головах у украинцев 1918 года 19 века который имея незалежность он ее проморгал полмиллионный киев отдал всю незалежность банде сраной 7000 муравьева который потом порасшленял этого киева 10 тысяч убиенных невинно киевлян за что да за то что была дезорганизация за то что они как следует не воевали потому что бардак после царской империи был в головах и так можно продолжать и продолжать все то же самое потом репрессии голодомор голодомор репрессии тот же самый бордельник в начале незалежности 91 или какого там года в украине тот же самый 30 лет бордельник епы фельдманы разворовывают черный нал странные звездные небо для биомассы которая платит имея свои ресурсы платит такие сумасшедшие цены за коммуналки от даже не в этом суть постоянные откаты безнаказанные то есть что это за нация зачем ей этой нации давать по и она их распродаст агрохолдингом засрёт как 1918 году все распродаст и засрёт и есть скажут иншульдегон ферсан зебиты это уже не ваше спердоляйте вот почему правосектор и азов не рашеновский правосектор естественно а нормальный правосектор он понимает что засрать и продать это легче всего с такой организацией не национально не патриотической который совок в голове у людей нужно сначала этот сраный совок убрать чтобы было как хотя бы в швеции что люди постоянно приумножают свою страну увеличивает в своей стране для своей страны для своих поколений детей и тому подобное по фасня постоянно уровень благосостояния богатство и там справедливо там тому подобное то есть они делают только добро для этой страны это уже у них головах то есть они то что богом данное для них они во сто крат еще больше увеличивает и делает это красотище еще более красивой красотище потому что ну то что занетбана она имеет даже красоту она имеет власты власти засираться само собой там жуки сжирают деревья падают целые леса и того подобное то есть за всем надо следку ваты следить а когда приходят пост совки те которые у себя посмотрите как дбает как имея такие огромные природные ресурсы в той же самой россии как это путиновская россия дбая как она заботится о своей стране он все это прекрасно понимает срань олигархическая срань загажены мозги совок везде все что можно продать пропить засрать загадить специально потому что это доставляет генетическое удовольствие это предстатель q возбуждает и лимбическую систему тогда когда бог дал не только это от бог дал еще церебрально систему чтобы человек жил в красоте и в духовности а этого всего нет ходят только путиновские попы так званые православные так званые и только говорят о духовности а на самом деле они только засырают эту духовность засырают православие и нашу веру я уже не говорю о избавителе который отдал кровь за всех нас невинную кровь жертву все невинны потому что все в грехе а он невинный иисус христос вот народ этого не понимает и не собирается не хочет понимать потому что у них в головах нет ничего этого мне головах только совок по совок и совок и продолжение этого совка так легче ну как животным легче так примитивным народом легче засирать загаживать гробастать забирать чужое и опять то же самое чужое засирать и дело естественно с ну не буквально там литерально там в русских там там совок там и тому подобное не дело именно в конкретной именно нации а дело в тех которые засирают загаживают у тех у кого в крови это засирание и загаживания своих территорий как в моральном духовном вообще краевом красоту загаживает и тому подобное вот смысл а где этого гадости этой загаживальной больше те нации и виноваты те нации и являются естественно недоделанными не до нациями как говорил тот самый фюрер шмюллер а потом и сам засрал загадил с такой от войной идиот идеечиской там где молотова редмитров кричал кричал о нации от а великих там а сам коллаборовал с этими коммуняками и делил с ними польшу финляндию там плода украина вообще там была подделена давно и доделился что кому тоже нужно мир учить вот коммуняки приходят в топлива и в кровище этот мир чтобы он наконец-то научился что давайте жить по-другому не так как свиньи будучи уже свиньях есть сравнение есть интернета все есть а человек до сих пор не научился сравнивать только какой нации он принадлежит этот человек примитивный не до тип не до нация вот потому и правый сектор если они рашеновский и националисты нацкорпус говорит более мягко я скажу чуть так чуток боя не так сильно то есть он говорит что они нету они реестра земель они вообще то есть все про хиром давайте продавать а кто купит естественно агрохолдинге а кто продаст естественно селяны которые за всю землю нашу родючу чернозем украинскую который был и в колгоспод в колхозах тех которых не расстреляли они расстреляли тех которые были под коммуняками они были под коммуняками те которые сприяли содействовали этому режиму коммунистическому то есть не то я не обобщая говорю я жарю я были люди которые честно работали на этих не крали ни коров ни корма и тому подобное но в принципе я более так стараюсь говорить образного чтобы людям это было вхавательно и доходчиво что земли остались несправедливо после совка после коммунизма распределены между селянами и тому подобное одним голодомор голод а другим те которые делали этот голодомор репрессии и тому подобное земля и тому подобное там колхозы председателя колхоза и тому подобное то есть чем еще самый главный смысл того что не говорят националисты что вот представьте себе врожденной приобретенной или еще какой-либо проститутки бляди сучки шалаве шмаре дай что-то у нее мозг недоделанный у нее генотип зепсуты у нее сломанная моральная составляющая духовная и тому подобное тем более духовная то есть если ты этой блядище сучки мерзоте да что-то что она с этим сделает ну естественно продаст и прослет и потому что у нее нету никаких понятий вообще о мире там но она может быть как отброс общества только и того вот ее примитивные инстинкты об этом говорят но националисты более мягко это говорят что ну все-таки ну давайте все-таки разберемся с нацией давайте все-таки запануем а реестр создадим в своей краине а по потом потом уже будем вырешивать что продавать еще не продавать и кто будет и як вы коррестовато цу ненькую землю нашу родючу кто там поставит пару блин роботов и скажет всем идите нахрен засвет эту землю рапсы шмапсы будет выращивать и тому подобное то есть как таковой нации сейчас практически и не существует есть только ростки нации которые загубились в том самом и дерьме рашеновском потом в том самом же и дерьме коломойского что лучше что хуже это уже каждому то есть после и революции и тому подобное приходили по студные чмыри вонючие гниды шалавы блядище политики которые распродавали что привело к 14 году естественно к войне там где лисичан заняли там с десяток этих бандитов сепаров путиновских и тому подобное которые сами не въехали что они делают что они творят им дали блин и дивали дали какую-то идеологию вот а те которые были под теме которые распродавали всю эту украину нынку нашу приходя на гаслах так сама майдановских после парамаранчевой революции помаранчевой то те которые кричали и имели свой электорат тот тот пришибзенный электорат и до сих пор живет только хаслами и все вот туда этим людям возможность распродать они тебе вообще нахер и себя продадут все себя продадут потому что это люди такие у них на роду написано так продавать поэтому нужно сначала создать этих людей вырастить эту нацию а потом уже думать о каких-то там эффективном и неэффективно управление вот тут в швеции практически все тоже очень много понствовая государственная ну извините управление тут на высшем уровне поэтому не все так как говорят эти пейсы воры блин на шее нынки нынки украины матрики наш и тоже нужно так не не загадить не засрать и поддерживать постояннейшей чистоте так нужно уметь ищу это же нужно иметь генетическую культуру я на отстреливались тут когда-то шведы в этих бойницах от врага отстреливались а у нас явно херней занимались вместо отстреливаться и постоянно этих которые херней занимались держали естественно где в рабстве потому что они того что стоили конечно же если ты не борешься за свою культуру прежде всего для этого правый сектор азов националисты другие не рашеновские и борются чтобы сначала была культура реестр а потом уже продажи и тому подобное тогда когда люди будут заниматься добробутом приумножать эту землю и бюджет и а не выкачивать с этой нашей нынки украины земли самые все соки не платить в бюджет и копейки какие-то кидать а себе на миллиарды на майорке на мальдивы ездить отдыхать да нахрен нам это нужно поэтому все правильно делать и правый сектор и азов борется против этой сране так званой рынку свободной продажи земли типа не имели украинцы свободы а теперь пришли пейсы и дали украинцам свободы продавать землю ну ну где это в голове это как притузки в польше гипермаркеты гипер гипермаркет платил миллиончики казну гданьска там бюджет города а себе зарабатывал и вкладывал это все все заработанное бабло в польше вкладывал естественно капитализацию немецкого немецких банков то есть там будет развиваться капитализация а в польше будут миллиончики страны от рима вот и бюджеты места все то же самое будет с аграриями распродадут холдинги за свут загадят землю еще и по по будую там построить свои синагоги построить что попало только не христианство и культуру такую же засранную построят и ноги дегенеративные в том числе типа либертарианцы начинают дискутировать что типа ну вы ж мы все стояли на майдане за европейские ценности так вот уж они давайте теперь земельку распродавать а вот хрен европейские ценности это прежде всего отсутствие ну мизерная коррупция давление олигархата мизерное отсутствие тоже его и тому так далее подобное нато войска и тому подобное они он землю распродавать а земля продажа рынка это уже как составляющие будучи в нато будущее там то там то будучи милитарно независимыми не побежденными не на коленках вот это и ценности и есть европейские они эту хрень которую они нам намагаются в тулы ты гниды опа и тут лесок распродают ну явно не деловая деревина в тулы ты гнидерная коррупция